Деньги или льготы северодвинцам предлагают определиться, в каком виде они будут получать набор социальных услуг. Сделать это нужно до 1 октября. Набор социальных услуг предоставляется инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам и другим получателям ежемесячной денежной выплаты. В Северодвинске около 16 тысяч таких жителей. В набор социальных услуг для них входят бесплатные лекарства по рецептам, путевки в санаторий на лечение и оплата проезда в санаторий и обратно. Однако, при желании можно заменить льготу денежной выплатой. Если человек уже определился, то есть уже много лет является получателем, и он ничего не хочет менять, то тогда ему никаких новых заявлений подавать не нужно. Это касается тех, кто хочет что-то изменить в своем выборе, либо тех, кто впервые в этом году получил право на льготу. Общая стоимость доплаты при отказе от всех услуг чуть больше тысячи рублей. Чуть больше 800 рублей стоимость лекарств по 100 рублей заложено на проезд из санаторий. Отказаться можно как от всего пакета услуг, так и от отдельных частей. Заявление об отказе можно подать в пенсионном фонде, в любом многофункциональном центре, либо через портал госуслуг. Действовать решение начнет с 1 января 2018 года. Продолжение следует...